Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Козимо Туро. Итальянский живописец – один из основателей феррарской школы живопись. Козимо Туро родился в Ферраре в семье Сапожник. О периоде его ученичества определенных данных нет. В середине 15 века феррарский двор ДСТ не имел своих крупных художников. Приглашал таких мастеров, как Пизанелло, Якопо Беллини, Вандервейда, Пьера Франческо. Их творчество оказало решающее воздействие на становление феррарской школы живописи и, вероятно, на формирование Козимо Туро как художника. Почти всю жизнь он жил в Ферраре, где работал для двора герцогов ДСТ. Первое документальное воспоминание о Козимо Туро относится к 1451-1452 годам, когда он декорировал некоторые предметы для двора ДСТ. В середине 1452 по 1456 имя художника не встречается в феррарских документах. Большинство исследователей полагают, что он провел эти годы в Падуе, где вместе с другими выдающимися художниками обучался в мастерской Франческо Скворчоне и, возможно, в Венеции. По возвращении Ферраро Туро долгие годы работал при дворе ДСТ. Сначала для герцога Борсо, затем для его брата Эрколи I. В 1458 году он был официально назначен придворным художником и, помимо живописных работ, много работает над украшением придворных костюмов, вранства, утвари, выполняет рисунки шпалер, ткани и т.д. Многие его работы были утрачены. Ранние работы не датированы, и время их создания можно определить лишь приблизительно. Около 1460 года Туро завершает оформление личного кабинета Тудиолла Герцога во дворце Вильфиоры, начатое в 1440-х годах при Лионелло ДСТ художнику Манджело Макканино. Был основным или единственным автором Калио, ныне хранящийся в Лондонской национальной галерее. Картина демонстрирует влияние нидерландского искусства Квандер Вейбена. Это одна из первых итальянских картин, написанных масляными красками. Участвует в росписи капеллы Белиригуардо, загородной резиденции Эсте. Участвует в создании фресок палацца Скефаньола. В середине 1470-х годов Туро по заказу семейства Роверелла создал полиптиф для алтаря Феррарской церкви Сан-Джорджо Фори Лемура. Документы свидетельствуют, что художник написал множество портретов членов семейства Эсте. Часто для отправки другим правителям, особенно при заключении брачных союзов. Среди них было много портретов детей. В последние годы художник столкнулся с болезнями и нуждой. Умер в 1495 году забытый современник. В 16 веке о нем почти не вспоминает. Вазария уделяет ему лишь несколько строк. Лишь в 18 веке просыпается интерес к его наследию Феррари. Но только в 19-20 веках его творчество получает научное осмысление и высокую оценку. Стиль Туры, сложившийся под влиянием Ворчони и Вандер Вейдена, всегда сохранял черты как Северного Возрождения, так и Готики. Ранние его произведения демонстрируют близость со стилем Андрея Монтени. В то же время его творчество демонстрирует свои оригинальные черты из изысканный острый и колючий рисунок, тщательная деталировка и яркие вызывающие цвета. Верхность изображаемых предметов оставляет ощущение жесткости металла или камня. Линия не только ограничивает изображаемые предметы, но и выполняет декоративные функции. Рисую в плоскости картины изысканных узоров. Вот так написано в Википедии о итальянском живописце Козимо Туро. Он был одним из основателей Феррарской школы. Пока-пока, до свидания.